В Энергогаз Ноябрьске выбирают лучшего электромонтера. В списке номинантов на такое почетное звание 7 человек. Это работники двух цехов предприятия. Внешнего электроснабжения, которые занимаются обслуживанием городских сетей. И цех электрообеспечивания, в ведомстве которого непосредственно само предприятие. На одном из этапов конкурса профмастерства побывала и наша съемочная группа. Проверить свои профессиональные навыки в непривычных условиях под строгим контролем компетентных судей, в числе которых и главный инженер предприятия. Такой возможностью не применули воспользоваться 7 электромонтеров. Один из смельчаков Рустам Кулачев на теоретическом этапе, а это проверка знаний техники безопасности, признается молодой человек, ответить удалось не на все вопросы. А вот с этим практическим заданием, где на время, опять же соблюдая правила безопасности, необходимо собрать схему электропускореверсивного двигателя, Рустам справился хорошо. Вращение в одну сторону. Вращение в другую сторону. Ордень сложности был средний примерно, считаю. Не так уж и сильно сложно, но надо подумать при сборке схемы. Есть свои нюансы, ошибиться, а то получается, что схема не соберется. Лампочка вторая загорелась, не сразу же. Что почувствовали из-за этого момента? Ну что, контакт где-то плохой. Сборка схемы, я не сомневался. Его время 26 минут 35 секунд, но не всем удается справиться с волнением. Обстановка как на экзамене, а значит и в подбросает, и руки дрожат. Мужчины, которые без особого труда на улице в мороз ремонтируют электрические кабели, в условиях конкурса начинают теряться. У соперника Рустама одна из лампочек так и не загорелась. Обслуживаем полностью электроснабжение всего города. Это очистные, водозабор, больничный комплекс. У нас все эти туда заходят. Сейчас очень много строительных работ происходит в городе. И бывает, что строительные организации не согласовывают с нами земляные работы. И получается порыв кабелей, отключение микрорайонов. Бывает, что по их вине мы восстанавливаем. На лампочке, кончике делал крючки? 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 Крючки не сделаешь, так же гайка и шайбочка по-другому. Начнешь что-нибудь хитрить себя, замудришь, но ничего не получится. Хорошо, ладно. Поставил метод по дедушкам. Начальник цеха внешнего электроснабжения Олег Ширяев, один из судей конкурса, участие своих подчиненных оценивает хорошо. Закончится конкурс, будем проводить работу над ошибками. Будем работать больше с теорией. Кто по практике, тоже по практике будем заниматься. Итоги конкурса профмастерства подведены будут завтра, после заключительного испытания. Но уже известно, что победитель получит премию в 15 тысяч рублей. Обладатели второго и третьего места по 10 и 7 тысяч соответственно. Кроме этого, свой вклад в виде призов подготовила и профсоюзная организация «Энергогаз Ноябрьска». Они пообещали поощрить всех, без исключения конкурсантов, электромонтеров. Ирина Потехина, Ольга Попова, Виталий Харченко. Новости нашего города.